Добрый вечер! В эфире программа Владислава Листьева «Час пик» и сегодня «Час пик» для отца Артемия Владимирова. Здравствуйте! Приветствую вас! Добрый вечер! 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 Чудный храм святой мученицы Татьяны, и храм науки действительно теперь освящен церковью. В продолжение нашего разговора одна цитата, пожалуйста. Церкви есть дело до всего, чем живут или не живут люди на земле. Ибо живая религия есть не одна сторона жизни, а сама жизнь и вся жизнь. И церковь может и должна иметь свое суждение обо всем. И в суждениях своих она должна облюсти полную религиозную свободу и независимость, не угождая людям и не приспособляясь. А если надо, то приемли и гонения. Иван Ильин, Основу христианской культуры, 1937 год. Насколько сегодня церковь активна и самостоятельна в своих суждениях по очень важным вопросам войны, жестокости, насилия? Что может быть важнее души человеческой? И дело спасения или гибели души? Вспомним, когда впервые появились у нас японские проповедники Ау Сенрикё. Кто забил тревогу? Стояли с пикетами православные. Помню и Белое Братство, которое заинтриговывало чуть ли не членов правительства. Впервые распознали, что водится в этом тихом омуте, опять-таки православные, с их пикетами. И, безусловно, церковь – это совесть общества. Хотя, безусловно, и среди двенадцати один был предатель. И потому великая ответственность лежит на каждом крещённом человеке. Поэтому можешь ты не быть христианином, быть обязан. А вот сегодня, опять-таки, возвращаясь к сегодняшнему дню, бывали случаи отлучения от церкви, предания анафеме? И кто это делает? Кто вправе это делать? Анафема есть отсечение гнилого члена от тела, дабы оно не схвачено было гангреной. Но анафема не есть пригвождение к позорному столбу, а есть подлинно хирургическое действие, дабы отсечённый член обрёл жизнь через покаяние и переращение к телу. Каждое первое воскресенье Великого Поста по чину торжества православия, храмы православные, возглашаются этим словом анафема. Как поучительно-поучительно крещённым людям усвоить содержание этих анафематизмов. Анафема есть свидетельство чужеродности церкви. И мне помнится из этого чина тот, кто признаёт мир самосущным, не Богом созданным, а самим собою, из себя произведённым. Анафема. Тот, кто отрицает бессмертие души. А ведь ещё поэт сказал, нет, есть я не умру, анафема. Но это грозный глаз, обращённый к своим, к чадам церкви. Внешне в церкви не судят. А каковы взаимоотношения православия с основными религиями в нашей стране? Христос, распитый на окрестном древе, простирающий свои руки со креста, говоря, приедите ко мне все труждающиеся и обремененные, я упокою вас. Христос есть самая любовь, торжествующая, побеждающая самую смерть. Поэтому каково взаимоотношение Солнца с иными планетами и звёздами? Солнце всем светит, всех согревает. И если Луна чем прекрасна, то только солнечным светом, таинственно отражаемым от её диска. Так, думаю, и в естественных религиях свои золотники, так сказать, отцветы, это, собственно, откровение Божие, которое сияет во всей непогрешимости в лоне Соборной Апостольской Церкви. Ну, а сейчас я бы хотел поговорить о теме, которая волнует каждого человека, тема смерти. Вот такой вопрос. Если бы человек знал точную дату своей смерти, вот что вы говорили в программе «Тема». Пожалуйста. Будет точно то же, что было в Бастилии, в тюрьме во Франции, накануне очередного этапа гильотинирования. Один из историков говорит об этом так. Страшное это было зрелище. Не многие молились Богу, воспоминая прошедшее и каясь, но их лица были светлы и одуховлены. Многие упали в чудовищный разврат, упившись вот этим приходящим часом, тем самым погубляя себя для вечности. То есть, все зависит от вашего сердца. Мне бы очень, очень, поверьте, мне хотелось ошибиться, но, на мой взгляд, вот сегодня происходит именно то, о чем вы говорите. Кто-то ищет свою дорогу в храм, а кто-то в грехопадении, если не в бесовщине. Вот то, как я это ощущаю. Я еще раз говорю, я бы очень хотел ошибиться. Мне кажется, что сейчас время самоопределения. Каждый делает то, что почитает правильным. Сейчас такое время, когда свобода дана произрастать всякому растению. Хочешь, будешь пшеницей, хочешь плевелами. То, что сказано в апокалипсисе. Праведный дотворит еще дела правды, а скверный, если хочет, пусть сквернится. Ей гряду скоро, и возьми, где моя, со мною. Христианство – это религия воскрешения, чая воскрешения мертвых и жизнь будущего века. И тем не менее, тема смерти. Вот как готовиться к ней? Готовиться к смерти, думаю, нужно не запасая белые простыни или какие-то особенные тапочки заранее заказывая. Но готовиться к смерти мы призваны, взращивая сад духовных добродетелей. Что с собой унесешь, человече, туда, откуда нет возврата? Доллары истлеют. Мерседесы не войдут. Тесновато будет. Но только то, что сокрыто в глубинах души. Три благоуханных цветка я бы предложил нашим телезрителям, нашим друзьям возрастить в душе своей розу багряную любви и милосердия, незабудки невинности и ромашки радости. Может быть, слишком живописно, но суть та – вера, надежда и любовь. Если они будут доминанты нашего сердца, и сам Христос отобразится в водах сердечных, то и смерть не страшна. И все-таки уходит близкий человек. Очень больно. И часто, и вы, и я слышал восклицание Всевышнего. Ну, куда же ты смотришь? Ведь ушла жизнь достойного человека. Это несправедливо. Это не так. Вот эти воззвания к Господу, насколько они верны? Правильные они? Или в этом есть что-то атеистическое? Человек, сердце которого затянуто страстями или просто житейской суетой, до поры до времени не вспоминает Бога, живет как придется. Но когда скорбь касается его души, чем глубже скорбь, тем ближе Бог, говорит наш русский народ, то тогда сердце воскресает для божества и вдохновения, и слезы веры и любви. И вот кончина человека, близкого, родного, всегда открывает полок вечности. И думаю, что когда уходит чистый, мужественный, правдивый, как мы говорим даже в мирском языке, святой, то это не оплошность Всевышнего. У Господа ведь нет ни перевыполнения плана, ни задержки. И все расположено числом, меру и весом у Бога, как говорит Библия. Думаю, что Господь срезает такой колос для того, чтобы тление не коснулось его здесь, на земле. Это, мне кажется, ответ тем, кто вопрошает о кончине чистых младенцев. Такие младенцы становятся заступниками за мир, за землю, где они жили. Такие младенцы, как царевич Дмитрий или царевич Алексей. А вот те ангелы, кто видим и верим, свыше взирают на возлюбленную ими Россию, и молятся они, и молитва их приемлется Богом. А можем ли мы надеяться на встречу с своими близкими после смерти? Надейся и жди, если здесь плашать не будем, на Бога надейся, сам же не плашай. Коль скоро ты изменил жене своей в доме отдыха красная заря, то я тебе ничего не обещаю. Покайся и справься, живи чисто, честно, благородно, царство небесное открыто. Вы общаетесь с детьми, наверняка это я обязательно приду к вам в воскресную школу, если вы позволите. Тема смерти, она затрагивается с детьми? Мне кажется, что дети, особенно когда им 4, 5, 6, они задают такие глубокие вопросы, до которых иной доцент не драстет. И дети, которые живо переживают собственное бессмертие, задают эти вопросы. Мама, а что будет со мной, когда меня не будет? Действительно, бессмертие души настолько очевидно чистому сердцу ребенку, что он даже представляет землю, вот когда его ребеночка уже нет, но забывает, что сам он в этот момент, как чистый жаворонок, смотрит с птичьей вот этой небесной высоты, великое видится на расстоянии, и тем самым декларирует собственное бессмертие. От детей так можно многому научиться. Все мы дети перед Богом. Спасибо, батюшка. А теперь звонки телезрителей, пожалуйста. Первый звонок. Меня интересует мнение батюшки по поводу того, что наша страна проклята Богом, и вот из-за этого она терпит все вот эти трудности. А проклята Богом из-за того, что вот в годы Великой Октябрьской революции, как это практически весь народ отказался от Бога, и мы сейчас искупаем все вот этот вот огромный грех. Наш народ не отказался от Бога, ибо Он дал церкви стольких мучеников, сколько не было ни в одной поместной церкви за все годы ее бытия. Кого Бог любит, того и наказует. Вот бедная наша Россия, ведь умом ее не понять, демократическим европейским маршинам не измерить, потянулась за комфортом. А Господь настолько любит Россию, что вот не дает ей комфорта, не дает ей все, чтобы она, миленькая, не уснула в этой европейской неге, но была всегда жива для подвига, для веры, для любви. Нет, Господь милостив к России, и, думаю, что проклинает себя человек собственными грехами. А когда он через веру и покаяние освобождается от них, то вокруг него и пустыня расцветает. Спасибо. Следующий звонок. Вопрос мой такой. Я с большим уважением отношусь к батюшке и к его высказываниям. Но считает ли он нормальным сейчас восстановление церквей и постройку новых, когда сотни тысяч военных без квартир? Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось. Вспомним, чем кончилось смутное время. Оно кончилось всенародным покаянием, когда патриарх Иов прочитал хартию с грехами народа, и народ покаялся. Воцарился прекрасный Михаил Романов. Началось возрождение России. Где собраться россиянам от каждого земства, губернии, уезда? В каком храме? Для того, чтобы каяться вот так, через выборных представителей пред Богом. Успенский собор маловат. Храм Христа Спасителя как раз подойдет. Ведь это душа русского народа. И если мне кажется сейчас много недовольных, что строится этот храм, то, может быть, больше недовольства мы проявим по поводу гораздо более дорогого строительства подземного кегельбана под седыми стенами московского Кремля. Ну, кегельбан – это не наша компетенция, а храм Христа Спасителя созидается и воскресает душа народа. Это моя вера. Спасибо. Еще звонки есть? Скажите, пожалуйста, я православная, мой избранник – иудей. Я хотела бы сказать, как это светило наш враг. Возможно ли это? И как вообще это делается? Если он действительно тождественен в своей вере с упованием Авраама, Исаака и Якова, то, безусловно, он должен уверовать в того, в кого веровали праотцы израильского народа, то есть в Мессию, распятого Христа, который и пришел, прежде всего, в землю обетованную ко своим, хотя свои в большинстве до поры до времени не приняли его. Но посему-то, коль у него есть и ум, и знание, то узнав во Христе Мессию и приняв крещение, он будет для вас просто замечательной парой. Будем надеяться. Следующий звонок. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к хард-роковым командам, которые приветствуют Христа? Кому, простите? Хат-рок. Батюшка, есть такое понятие, тяжелый рок. Хат-рок, который проповедует, я так понимаю. Насколько мне приходилось исследовать умы и сердца поклонников тяжелого рока, то он роковым образом влияет на душу, и это сцилла и харибда, которые, сталкиваясь друг об друга, не оставляют уже сердце человеческое свободным, но подавляют его своими тяжелыми ритмами. Тем более, такие группы, как ACDC, KISS, Black Sabbath и прочие чернушные, эта публика свидетельствует о поверхностном знании Западе Христовых. Батюшка, я безумно рад, что эта светлая беседа происходит, вот Великий пост во время этой крестопоклона недели. Ваши пожелания всем, кто сейчас у телевизионных экранов? Пожелания мои какие же? Уже предвкушая Пасху, когда расцветет вся природа, верим, что земля подарит нам свежие произрастания и ландыши, пожелаем всем нашим зрителям собраться в пасхальную ночь в храмах, где бы то ни случилось, среди просторов полей или в городах, так, чтобы без различия званий, состояний, интеллектуального уровня и простецы, и мудрецы, все, придя под своды храмов православных, услышав священника в золотых ризах с крестом, с цветами, он скажет «Христос воскресе!» И вот тогда, дорогие телезрители, все мы, даже те, кто по мировоззрению еще африканский крокодил, и нехотя ответим, ответим с любовью, воистину воскресе, и мир осенит наши жилища и дома. Спасибо. Вы смотрели «Час. Пик» для отца Артемия. До встречи в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин